На рабочей встрече с жителями Кубинки вновь осветили все проблемные вопросы территории. Прошлись поранее данным поручением и обязательством, обсудили возникающие недочеты. Так осталась под вопросом судьба здания бани в Кубинке-8. Теперь ею занимается МУП ЖКХ Назарева, но она по-прежнему находится в нерабочем состоянии. Есть понимание плюс-минус, сколько нужно уложить, чтобы мы не промахнулись с инвестором и отработаем сроки, когда это реально сделать и дальше запустить в работу. Ключевое баня должна заработать. Коснулись и ситуации с мусором. Глава пояснил, навалы отходов на территории заброшенного полигона ликвидируют, как только дополнительная техника вернется в строй. Прозвучали вопросы, касающиеся и социальной инфраструктуры. В частности, жители подчеркнули необходимость ремонта Акуловской школы. Чтобы разгрузить ее и возможно даже, скорее всего, ликвидировать вторую смену в Кубинке. Плюс вместе с этой школой планируется капремонт всего стадиона и это будет огромная разгрузка необходимости развития спорта. Стадион пользуется большим спросом у местных жителей разных возрастов. Однако требует модернизации. Немало жалоб поступило и на работу общественного транспорта. Здесь маршрут 44 дает сбой. Поступило более 50 обращений из разных источников, которые формируют статистику правительства. Поступило более 30. Соответственно, в день поступает более одного обращения или в день 5-10, когда идет серьезный сбой. В основном это нарушение графика. Ну и в целом жители обращают внимание на то, что очень сложно добраться по определенным маршрутам. На встрече представили концепцию обновленного автовокзала. Она включает в себя реорганизацию движения автотранспорта на площади, создание островков безопасности, обустройство навесов и пешеходных переходов. Сейчас главное решить вопрос с ликвидацией находящихся там ларьков. По плану в 2024 году начнется реализация этого проекта. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».